Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Наводнение в Тегранакерте. Армянские штурмовые группы могут создать хаос в тылу противника. Тонуян. Офис защитника прав человека Республики Арцах перенесен из Шуши в Тегранакерте. Уникальная находка в Арцахе. Гены древних людей идентичны армянским. Турецкий нож в спину США. Для тебя Армения, Патрик Ферри и другие звезды исповедливания 95-летия Азнавура. Монастырский комплекс Святого Георгия в Харперте. Находится на грани исчезновения. Обильные осадки в Тегранакерте затопили низменные части города и парализовала часть города. Грязевые потоки нанесли ощутимый урон домам, а некоторые дома оказались полностью под водой. Стены нескольких домов обрушились. Жертв и разрушений нет. Ведутся восстановительные работы. Армянские штурмовики могут создать хаос в тылу противника, отметил министр обороны Армении Давид Тонуян в интервью MediaMax, комментируя информацию об увеличении числа штурмовых подразделений. По его словам, если противник пойдет на провокации в одной точке, то армянские ВС могут ударить не только в точке В, но и СДИ. При этом Тонуян отмечает, что люди в Армении иногда оказываются под влиянием информационного поля соседней страны. Азербайджан внушает, что он очень сильный и мощный. Азербайджану кажется, что он владеет монополией на разговоры о победах и территориях. Подобной монополии у них нет и не будет, отметил Тонуян. Офис защитника прав человека. Омбудсмена в республике Арцах 8 апреля перенесен из города в Шуши в Степанакерд. Как сообщает из офиса омбудсмена, данное решение было вынесено с учетом важности повышения доступности и досягаемости защитника прав человека. В новом офисе созданы гораздо более удобные условия для приема граждан, а также организации работы аппарата, говорится в сообщении. В то же время следует отметить, что с 2018 года действует бесплатный телефон горячей линии 116, который доступен круглосуточно. Раскопки, проведенные армянским и иностранными учеными в Карабахском селе Азох, подтвердили. Проживавшие там 7 тысяч лет назад люди являются предками современных армян. Армяне единственный автохтонный народ Армянского Нагоря. Они не переселялись из других регионов, считает доктор биологических наук профессор Ливон Епископ Усян. К этому выводу мы пришли после многочисленных раскопок, проведенных на территории Карабаха, где нами было исследовано более 10 пещер. Отмечу, среди них пещеры Азоха и Александра Узе, отметил Епископ Усян. По его словам, в многочисленных культурных пластах были обнаружены останки неандертальцев, а также кости рыб. Однако, в отличие от Азохской пещеры, в пещере Александра Узе лучше сохраняется ДНК. Здесь нами был обнаружен зуб человека, проживавшего на территории Карабаха около 7 тысяч лет назад. Как известно, в зубе может веками сохраняться ДНК, отметил Епископ Усян. Эта находка вдохновила армянских ученых на продолжение дальнейших исследований. Экспертиза по выявлению структуры ДНК обнаруженного зуба была проведена в Копенгагенском университете генетики. Раскопки в пещерах Нагорного Карабаха в результате было установлено, что ген наших далеких предков соответствует гену современных армян, отметил Епископ Усян. Это еще одно доказательство того, что армяне не пришельцы из других регионов, а автохтонные жители Армянского Нагорья. Если России удастся продать С-400 Турции, оборонный сектор США пострадает. США не перестают предупреждать Турцию о негативных последствиях приобретения С-400. 1 апреля они даже объявили о прекращении поставок всех систем и комплектующих истребителей F-35 в Анкару, пытаясь прекратить покупку российской системы противоракетной обороны. Тем не менее, член НАТО Турция сделала свой выбор. Российский С-400 будет в военном арсенале страны. Если Соединенные Штаты не смогут заставить Турцию отменить сделку с Россией, то это будет иметь эффект домино для Индии, Бахрейна, Саудовской Аравии и других стран, желающих подписать сделку с Россией. Таким образом, Турция отомстит Пентагону за нежелание поставлять комплектующие для F-35 и за 30% падения своей национальной валюты. Спортивно-концертом комплексе имени Домерчана в Ереване 26 мая состоится крупный концерт, посвященный 95-летию великого шансонье Шарля Азнавура, которого не стало в октябре 2018 года. На концерте «Для тебя Армения» выступят звезды мирового масштаба Патрик Фюри, Элен Сигара, Леа Костель, Кейт Райан, Рафи Артон и другие. А компонировать зарубежным исполнителям будет национальный филармонический оркестр Армении под управлением дирижера Эдуарда Топчана. Певцы исполнят не только произведения Азнавура, но и композиции собственного репертуара. Танцевальных и иных постановок не будет. На сцене будет царить характерный Азнавуру специфическая атмосфера, однако в ходе вечера будут сюрпризы. Армянский монастырский комплекс Святого Геворка, расположенный в селе Шахинская провинция Харберт в Западной Армении. Известно, что монастырский комплекс с 1500-летней историей со времен молодотурков подвергается систематическим нападениям и осквернениям. Турецкий источник сообщает, что особенно в последние годы монастырь стал мишенью искателя сокровищ. Специалисты хотят восстановить историческую армянскую церковь и сделать ее туристическим центром. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль сосуны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!